В мире грез, суров и опасен, темные души, и в нем обитают падшая нежить, мертвецы и прочие сущности, которые поджидают вас, дабы с вами расправиться. Но самые свирепые и непредсказуемые враги это ваши ошибки, о которых вы скончаетесь не раз, допустив их, и рано или поздно, придя к одному лишь заключению, вы поймете, что большинство убивают в этой игре ваши же нелепые действия. Как говорится, за ваши ошибки дар карает. Я не зря давно уже об этом говорил и не прекращу повторяться. Дар карает за ошибки. Я сам, по сути, иногда побоюсь где-нибудь ложануть, да, какой-нибудь совершитель фейл, тупо упав с обрыва, там, возможно, не подрасчитав, либо же элементарно и просто не подрасчитав какие-то либо действия. Но все же, да. В краткости о предыдущем видео, значит, убил я Манус отца бездна, поведал некую историю о принцессе Зари, самом Манусу и первом пигмеи, и непосредственно той самой могилы, где мы сражаемся с самим боссом. После возвращения я вернулся сюда, обменял заклинание преследователей на душу Мануса. То есть совершил такой бартер в снагле ворона, или гнездо воронок, я его называю. Плана обычно, да, в принципе, завалить в итоге многого сита, но до него нужно добраться. Я думаю, свернуть все-таки в темницу архивов герцогов, и там непосредственно в этой тюрьме уже как бы спасти Огана Большую Шляпу. Хотя я показал, что можно обойти, да, этот игровой процесс, или так скажем, сюжетную линию, по которым вам придется туда залезть. хотя многого сита можно и убить, и не попадав туда. То есть нам просто рассказывают Оган, да, когда мы его спасаем, о некой бессмертности многого сита, что он является самой настоящей настоящей нежитью. То есть и егошни такое бессмертное поддерживают древо. кристальное игро, да, в котором находится кристаллическое древо, которое его поддерживает, да, бессмертием. Ну, думаю, тут стоит уже продолжить. то есть мир Dark Souls, он всегда по сути захватывает, можно в нем для себя исходить что-то новое, но лучший вариант, да, я считаю, это все же наблюдать, чем геройствовать и несколько раз еще и умирать при этом. сейчас я подумал отправиться к торговцу у моста и там приобрести уже сет Арнштейна Драконоборца. В принципе, душ хватает. А. Кто-нибудь распрыгался, а? Следующий. Где один, там у второй. Короткий меч. Ну, конечно, я же без него жить не могу. Поначалу достаточно неплохой меч. Еще один. Ты че это, а? на мастера замахиваться своим поганым клинком. Опускайся. Вечность проход пока не свою атаку совершает. Так, шлем, блин. Говничный стол. Тресли, тресли, тресли. и гроб принес. Длинный меч. Та что же они со своей фигней вечно-то? Нет, чтобы кусочек осколок титанита дать для прокачки. Они куда-то фигней вечно подгоняют. Тоже такая пасхалка с этим торговцем. Жертвенное кольцо. Наверное, чтобы когда вы возвращались, одели обязательно. Так, ну что? Айшимай, я не ожидал встретить кого-то здесь. Я думаю, огромные мечи думают о чем-то. Ха-ха! Как будто Фьюнивич он загоняет. Так. Отмыточку нельзя, купить. У нас уже имеется. Так, большой кристальный меч, ну... Кристальный щит. Ну, это все можно по игре найти. и прямой меч, и все остальное. Так, здесь шлем мудрого какого-то. Доспехи славного, наручи победителя, сапоги исследователя. как всегда, да, сам не похвалишь, никто тебя не похвалит. Так, значит, доспехи голема у нас имеются. Вот они, доспехи Арнштейна. Берем их. Они достаточно хорошие, лучше, конечно, броня Серебряных Рыцарей. Все. Тюделька в тюдельку, ребят, прям. Вот. А вот тут доспехи Арториуса. 20 тысяч стоит, но эти параметры у них, я бы скажу, не лучший вариант. то есть 20-20 тут, грубо говоря, 3 по 20 и 42. но это очень мало, ребят, это очень мало, то есть по сути дела тут 125 армора, да, в общей сумме, но очень мало. Спасибо. Это хороший трейд. У меня это смешное ощущение, что мы снова встретимся, и сделаем еще хороший трейд, конечно. да и выглядит я бы не сказал, что прямо отлично. Специально да, как бы все потратил, объясню почему. Чтобы на всякие пожарные, если вы отъедете, то останетесь хотя бы с чем-то. Так, в архив герцога. Так, теперь нужно сюда два раза сесть в бунфайр. Так, можно починить тут меч и еще что-нибудь поделать. такое. Потому что когда будем телепортироваться, чтобы уже здесь были мы. Так, и тут титанитов шестловушку. Я возьму. две. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что меня бесит в этих кристальных мобах, у них как бы есть удар с локтя, с левой руки, который считается как удар щитом. Хотя щитом они не могут бить вообще по принципу этим. Потому что он легкий считается. Они же могут эту атаку совершать разу подряд, я ее не могу вообще парировать. Вот, видите, вот. Вот эта атака сейчас была. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, там еще один, да, мол? Что-то я не заметил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, дальше наша задача, в принципе, спрыгнуть вот на этот ящик, да, который мы видим. А потом снизу уже пробежать на лифт и поехать уже до ногового сита. Он, конечно, нас убьет, но... Если грамотно все сделать, и как я говорил изначально, то последствий вообще вы особо не ощутите. Просто для того нужно туда отправиться, чтобы спасти Логана большую шляпу. Вот и все. Чтобы он, в конце концов, нам дал свои вещи и кристальную магию. Дыхание Белого Дракона и тому подобное. Дальше нужно здесь все быстро и четко. Сложность в том, что... Все это нужно дело провернуть. Поставим тут щит и корзо золого глаза. Также лучше взять флегу с эстусом. Или эксусом, я называю. При падении у нас забирается часть здоровья. А ученики могут вообще нас добить, блин. За эту хрень вы ответите, ублюдки. Он бьет еще один ублюдок. Вот он криво прыгнул. Но из-за этого ты бэк получишь. Проблема в том, что... Если вы неровно будете стоять, то вы не сможете спарировать. Так как враг находился под определенным углом. То есть, возможно, вы просто парированием заблочите по его атаке. А остальная часть урона пройдет по вам. Видите, ну, я все-таки обошелся без эстуса. Но все равно тут, наверное... Просто я все четко сделал. И вот вам наглядный пример. Значит, это сейчас единственный раз, в который я пошел... И целенаправленно погиб. То есть, умру. Да, и отправлюсь уже... Так называемой... Тюрьму археогерцога. Вот. Тут мы берем сразу заранее кольцо. Жертвенное редкое кольцо. И идем. То есть, пофигу на здоровье. Все равно вы умрете, воскреснете как бы. И... Очутитесь уже в темнице. То есть, вы можете зайти, даже спокойно, там, минуту отстоять. И на гость сид вам ничего не сделает, пока вы дальше не пройдете. К сожалению, его убить нельзя, так как он бессмертный. В этом, как бы, вся и суть. Архивы герцога. Ну, на самом деле, это не архив, это чистоватая тюрьма. Ну, все же. На этом, в принципе, я, наверное, закончу. В следующей серии уже буду проходить эту локацию. В следующей серии. 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 Продолжение следует...